Приветствую вас, давайте разберём ваш текст. Значит, вы пишете, что вы со своим парнем расстались по его инициативе. У него была депрессия, ему было недоотношение. Здесь первый момент, что отношения человека очевидно тяготили, как-то тяготили его. То есть, он выбрал вместо того, чтобы вместе с вами пережить депрессию, да, он выбрал быть без вас. Ну, это, на мой взгляд, о чём-то говорит. То есть, в первую очередь, о том, что мужчина, будучи безумно влюблённым в вас, по какой-то причине не допускал, не считал, что может быть с вами слабым. И здесь нужно сказать, что, так или иначе, за это ответственны вы. То есть, вы так себя поставили, что мужчина не считал, что может быть с вами слабым. То есть, не может, например, болеть, не может, например, регрессировать и так далее. И здесь, конечно, нужно распираться с тем, какая у вас модель женского поведения и соответствующего ли мужчину вы себе выбрали для отношений. Далее, вы пишете тяжёлая депрессия, но откуда этот диагноз? Тяжёлая депрессия. Откуда он? То есть, это болезнь. А болезнь нужно лечить. Соответственно, откуда вы знаете, что у него депрессия? Кто ему ставил диагноз? Далее, сейчас ему становится лучше. Как это проявляется? Как проявляется то, что ему становится лучше? Вы пишите, я предложил вас стать друзьями, и он пригласил на встречу. Так, вы предложили стать друзьями, хорошо. Только непонятно, почему, если ему стало лучше, вы именно друзьями предложили быть, но хорошо. Вы предложили быть друзьями, ладно, он пригласил на встречу, наверное, чтобы провести с вами время. Однако, вы пишете в его потухших глазах, не увидели ни намёка на прежнее чувство ко мне. Так, о каком чувстве речь идёт, если вы стали друзьями? Если вы предложили им стать друзьями, а он согласился. Не понятно. То есть, если вы предлагаете ему стать друзьями, то вы и не рассчитываете на то, что у него будет чувство к вам. Тем более, если он соглашается на то, чтобы быть вам другом. Вот. То есть, тут на самом деле вопрос стоит о том, насколько вы искренне с ним были. То есть, если вы не чувствуете, что можете быть с ним друзьями, если вы не чувствуете, что у вас не к нему дружеские чувства, то и предлагать друзьями быть не надо, то это получается как обман. И на доверие это влияет ещё меньше. Ну, то есть, ещё сильнее это влияет на то, чтобы между вами не было доверия. Дальше. Значит. Так. Когда мы встретились, он был безумно влюблён, его глаза стояли. Ну, влюблённость это не любовь, и влюблённость проходит. Поэтому, помимо влюблённости, должно быть что-то ещё. Должно быть принятие, должно быть уважение, должна быть ценность. То есть, человек должен ценить вас, должен уважать вас. Вот. Влюблённость это страсть, это потребность, это проходит. Возможно ли заново влюбить себя через человека, который разлюбил? Нет, невозможно. Если человек разлюбил, то невозможно. Уже нет. Здесь я, пожалуй, не соглашусь со своим коллегой и скажу, что даже если вы станете прежними, дважды в одну реку не войти. Вот. То есть, если человек в вас влюбился, а потом разлюбил, ну, довольно маленькая вероятность того, что вы поменялись. Может быть, но маленько. И если вы поменяетесь обратное, он может быть к вам испытает привязанность, но потом опять вы вернетесь. И он опять разлюбит. Понимаете? То есть, нет у него предпринятия в вас, у него нет принятия вас полного. Поэтому нет, невозможно. Что можно сделать для этого? Для этого нужно действительно стать друзьями, для этого нужно общаться с ним, для этого нужно, чтобы он вам доверял, чтобы он не боялся вам рассказать о том, что его беспокоит, потому что если у него депрессия, то там, наверное, есть какие-то серьёзные проблемы, вот, и вам нужно оказывать ему поддержку ту, которая нужна ему. Да? То есть, вот здесь у вас ориентация идёт на себя сейчас. То есть, вы говорите, что он меня безумно любил, что я не увидел намёка на чувство ко мне, но это всё про вас. То есть, вы-то его тоже не любите, потому что вы говорите про себя. Вы не говорите про него. Понимаете? Вы не переживаете о том, что у него была депрессия, ну, по крайней мере, в тексте, вот. Может быть, вы и переживали, но текст, он про вас. Он не про него. Поэтому лично я здесь сомневаюсь, что вы его любите. Лично я здесь вижу, что вам нужна его любовь, вам нужно его влюбить. Вот для чего, например, вы хотите его влюбить в себя заново? Зачем? Для чего это? Ведь если вы его любите, то вы понимаете. Раз разлюбил, это его выбор. Если любите, вы выбор примите. Если вы не принимаете его выбор, значит, вы его не любите. Тогда отношение называется немного по-другому. Это отношение по расчёту. И тогда уже можно говорить о том, почему молодой человек должен быть именно с вами. Что вы можете ему дать? Из того, что ему нужно, чтобы он был с вами. Т.е. При вашем подходе лучше отойти от идеи эмоциональных отношений. И перейти к отношениям по расчёту. Вот. Это более честно и справедливо. по отношению к вам и по отношению к нему. Вот. И в таком ключе уже можно будет более продуктивно мыслить и действовать. Вот. Теперь давайте на чистоту. Да. Вам скорее всего на его чувства, ну, не так чтобы плевать, но они не так важны его чувства. Вот. Вам важно, важны свои чувства. Вам важно, чтобы он любил вас. По сути, чтобы был слабым. Вот. Ну и, соответственно, если вы хотите, чтобы он с вами был, то нужно дать ему стимул, стимул быть с вами. Вот, в принципе, так и можно ответить на ваш вопрос. Вот. А более детально, более подробно можно ответить, если вы распишите своего молодого человека подробно. То есть его портрет психологический, его предпочтение. Вот. Его характер, его особенности индивидуальные. Вот. Всё это если опишите, то можно будет уже понять, чем вы можете быть для него полезны и так далее. Но имейте в виду, что отношения по расчёту, это не то же самое, что отношения по любви. Например. Например. Они строятся по пути дашь на дашь. Вот. А отношения по любви, это принятие другого человека. Так что, выбирать вам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!